Друзья, вы меня часто спрашиваете, где можно продать ваши находки. Так вот, на аукционе Виолити вы можете получить экспертную оценку, выгодно продать вашу находку, а также выполнить вашу коллекцию интересными экземплярами. Ссылочка будет в описании к видео. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил. Как вы знаете, в конце прошлого года монеты номиналом 5 копеек были изъяты из обращения, однако я уверен, что немало редких монет этого номинала до сих пор находятся в ваших копилках. Именно поэтому я решил заснять видео о самых дорогих и редких монетах номиналом 5 копеек. В общем, не буду тянуть, давайте начинать. Начнем мы с монет 92-го года. Самой редкой разновидностью данной монеты является монета с крупным гуртом. Данная монета имеет абсолютно рядовой аверс-реверс, итальянский чекан, однако особенно эту монету делает именно ее гурт. Давайте мы сопоставим данную монету с обычной рядовой монетой. То есть, повторюсь, в плане аверса-реверса данная монета ничем не примечательна, однако особенно ее делает именно ее гурт. То есть, мы видим, какое здесь отличие в насечках. Насечка куда более толстая. Вот данная разновидность гурта делает данную монету очень дорогой. Стоимость ее составляет порядка 5-6 тысяч гривен. Следующая монета так называемого луганского чекана, ее аверс-реверс достаточно сильно отличается от рядовой монеты, которая чеканилась в Италии. Давайте мы разберем ее основные отличительные особенности от рядовой монеты. И более наглядно я смогу это показать на примерах аверсов данных монет. Главное, на что мы должны обратить внимание, это трезубец. Как видите, у рядовой монеты в среднем зубе трезубца, в его верхней части, имеется вот такое вот точно явное толщение. Здесь же у редкой монеты оно практически отсутствует. Также стоит обратить внимание, что здесь в принципе сам трезубец у рядовой монеты несколько шире, чем у редкой. И также мы должны обратить внимание на единицу в дате. Здесь у рядовой монеты, как видите, единица имеет такой вот хвостик. Здесь же у редкой абсолютно ровная стойка, без всяких хвостиков. Также, конечно, такая вот значимая особенность редкой монеты. Стоимость данного экземпляра, так называемого луганского чекана, в зависимости от материала, может варьироваться. Если же монета чекана из немагнитной стали, то есть, соответственно, она не притягивается к магниту, стоимость такого экземпляра, вот примерно в таком состоянии, может стоять, ну, где-то 2700-3000 гривен. Если же монета из магнитной стали, то она стоит несколько дороже, порядка 4-5 тысяч гривен. То есть монета достаточно дорогая, однако останется несколько ниже, чем монета с крупным гуртом. 5 копеек 1994 года это пробная и крайне редкая монета, однако случаи нахождения данного экземпляра все-таки были, что дарит нам надежду. Стоимость такого экземпляра составляет порядка 10 тысяч гривен. 5 копеек 1996 года чеканились для годовых наборов, тираж данной монеты 5000 экземпляров, однако данную монету реально найти в обращении, и средняя ее цена составляет порядка 1000 гривен. Монета 2001 года имеет идентичный тираж, однако встречается на рынке несколько реже и стоит несколько дороже, порядка 1200-1300 гривен. В 2003 году была одна очень интересная редкая разновидность, чтобы ее определить, нужно обратить внимание на аверс монеты. Слева у нас находится редкая монета, справа же совершенно обычная. У редкой монеты изображение полностью соответствует изображению 50 копеечной монеты 2003 года. Как вы знаете, 50 копеек меньше 5 копеечной монеты, соответственно, у нее изображение меньше. Так вот, у данного экземпляра, у редкой монеты изображение меньше, чем у рядовой. Для наглядности, красным курсивом ввел расстояние между кантом, это ободок вдоль окружности монеты, и расстояние. Так вот, редкая монета, у нее изображение куда больше отдалено от канта, чем у рядовой монеты. Обратите на это внимание. Конечно, обычному человеку сложно будет это сразу определить, но в сравнении это действительно очень и очень отчетливо видно, друзья. Такие монеты в последнее время довольно часто стали находить, в связи с этим их стоимость просела. И сейчас бы такую монету я оценил до 2000 гривен. Монеты 2007 года. Большинство данных монет не представляют абсолютно никакого интереса для коллекционеров. Однако, была одна редкая разновидность данной монеты. Как ее определить? Мы должны обратить внимание на реверс монеты. В первую очередь, обращаем внимание на пятерку. У редкой разновидности эта пятерка куда более выпуклая, чем у рядовой монеты. И также черточка над буквой Е у редкой монеты толще. То есть, вот это вот редкий штамп для 2007 года, штамп ВБ. Он вообще характерен для монет 2003 года. Как раз такая вот у нас монета обычная 2003 года. Однако, если у нас данный штамп реверса на 2007 годе, то это редкая разновидность 1 ВБМ. И стоимость такого экземпляра составляет порядка 500-600 гривен. Также хотел бы рассказать вам о монетах 2008-2009 года. Они также, как и 2007 год, в большинстве своем ничего не стоят. Однако, есть редкие монеты из светло-серого металла, которые не притягиваются к магниту. В стандартном варианте все эти монеты чеканились из магнитной стали. А вот монеты, которые не притягиваются к магниту, являются большой редкостью. И их стоимость составляет порядка 5000 гривен за один экземпляр. 5 копеек 2014 года имеют редкую разновидность, которая очень похожа на разновидность 2003 года. Она также заключается в уменьшенном изображении. В красном курсе он явил расстояние между кантом и изображением. И действительно, у редкой монеты, которая находится слева, это расстояние значительно больше. Особенно, если мы обратим внимание на надпись «Украина». Вот в этом месте действительно разница в расстоянии очень заметна. И у редкой монеты оно намного больше. Стоимость такого экземпляра сложно определить, поскольку до недавних пор был зафиксирован всего один проход. В 2016 году данная монета была продана на форуме ИТК за 3100 гривен. Однако, вот совершенно случайно я накнулся на недавний проход. Буквально вот в этом месяце данная монета была продана за 11000 гривен. Однако, тут была фиксированная цена. Один пользователь сделал ставку. Этот пользователь запросто может быть ботом. Поэтому ссылаться на данный проход как на показатель реальной стоимости данной монеты я бы не стал. Но в любом случае, если вы ее найдете, то это редкий экземпляр, который принесет вам хорошие деньги. На этом, в принципе, все. Надеюсь, данный видеосюжет был для вас интересен и, конечно же, полезен. В таком случае ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока. До новых видео.